Девушка, можешь меня сразу забрать? Выстраиваемся в более-менее ровной ряды. Люди должны быть не зрителями, а участниками протеста. Нам есть за что бороться. Устраиваемся по три человека. Идем в трогом пол, в правой стороне дороги. То, что жить в Молдове в нынешних условиях нельзя, это всем совершенно очевидно. Но наши акции направлены не столько на констатацию этого печального факта, который известен каждому молдавскому гражданину, сколько на другое. Этой акцией мы пытаемся показать гражданам, что они способны объединяться. И не только объединяться во имя отрицания чего-то, но и во имя утверждения чего-то. Во имя, например, нашей конструктивной повестки. Первое, это предметы закона о жизни. Закон, который бы установил максимальный предел затрат среднего статистического гражданина на, в частности, коммунальные тарифы. Он не должен превышать по нашему предложению 15%. Второе, это возвращение к нулевой ставке на реинвестированный доход. Кстати, нулевую ставку на реинвестированный доход партия власти ПАСС обещала в ходе избирательной кампании. Третье, это разработка новой современной концепции прожиточного минимума и реальной прожиточной корзины. Четвертое, это учреждение Госбанка. В интересах не только граждан Республики Молдова, но и местных производителей. И пятое, это немедленная мера, новый контракт с Газпромом. Эти манифестации сигнал для власти, что все на самом деле очень плохо и еще хуже закончится. Если власть откажется принимать наши предложения, ну, значит, будем говорить по-другому. Более убедительно, конструктивно. Ну, то есть не акциями, например, там, в тысячу, в двести человек, а акциями в десять тысяч человек, ну и так далее. Мы не требуем пока досрочных парламентских выборов, мы не требуем ни изложения власти. Вы не слышите здесь лозунгов «жёст и долой». Почему? Потому что на этом этапе мы пытаемся принудить власть к исполнению своих же предвыборных обещаний. Мы вышли для того, чтобы наше правительство все-таки услышало нас и понизило немножко хотя бы три закона жизни. Как бы это все для людей, не для правительства. Люди все-таки здесь делают все в этой стране. А кто выйдет, если не мы? Мы выйдем и все за нами выйдут. Да. Если мы все вышли, значит, что люди пытаются к нам и всё может измениться. Лучше, конечно, что все вышли. Мы хотим слушать. Мы должны рассчитывать теперь только на самих себя. Да. Скоро такими темпами, шаг за шагом, они нас увидят и примут наши конструктивные предложения. Продолжение следует...